Хочешь узнать что-то новое и интересное? Смысл полезнейшей книги всего за пару десятков минут. Это возможно на канале Павлю. Хотел бы познакомить вас с кратким содержанием саммари книги, которую сам когда-то читал. «Самый богатый человек в Вавилоне». Материал будет интересен тем, кто интересуется саморазвитием, в том числе и финансовым. Ну и тем, кому финансы неинтересны, узнать чего-то нового не помешает. Из книги Джорджа Самуэля Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне» вы узнаете интересные и познавательные истории из жизни жителей древнего Вавилона. Из каждой главы этой книги, написанной простым и понятным языком, вы будете узнавать базовые правила обретения финансовой независимости и успеха, многие из которых покажутся вам простыми, но они являются тысячелетним опытом людей и имеют практическое применение. В своей книге Джордж Клейсон приводит цитату одного мудреца. «Солнце, что светит сегодня, то же самое, что и светило в тот день, когда родился твой отец. И это же солнце будет светить в день, когда последний отпрыск вашего рода уйдет во тьму». Смысл этой цитаты можно применить как к человеческим, так и к финансовым взаимоотношениям, как и тысячу лет назад по сей день сохранились механизмы честного заработка, финансовых махинаций, бескорыстной помощи и умного умножения денег. Прочитав эту книгу, вы научитесь накапливать и сохранять свои денежные средства, не расходовать свои сбережения и грамотно вкладывать в новые проекты, приносящие доход. Вы забудете о долгах и будете безошибочно распознавать мошенников и, наконец-то, научитесь пользоваться своей удачей в работе и жизни. Часть 1. История Вавилона Древний Вавилон своим устройством напоминает современные города. Несмотря на то, что городу не повезло с расположением, он находился к северу от Персидского залива на территории современного Ирака, в излучине безжизненной реки Ефрат. Благодаря своим умным правителям и работящим жителям, город смог превратиться в центр богатства, торговли и культуры древнего мира. В городе были построены дамбы и вырыты многокилометровые каналы, по которым водные потоки достигали высохшей земли и на ней стали собирать богатые урожаи. Строители воздвигли стену вокруг города, которая, по мнению ученых, достигала высоты современного 15-этажного дома. Даже вопросы рабства были решены здесь по-особенному. Рабы могли иметь свое имущество, жениться на свободных женщинах, и дети в таких браках считались свободными. За всю эту цивилизованность и процветание надо отдать должное правителям Вавилона. В отличие от правителей других государств, цари Вавилоны были мудрыми и эффективными управленцами, всю свою энергию направляя на облагораживание города, а не на военные походы. К сожалению, от великого мегаполиса сейчас остались только руины. Тщательное изучение глиняных дощечек с бесценными для ученых записями познакомила нас с доисторической библиотекой Вавилона. Она уникальна не только своей историей в 8000 лет, но и древнейшим примером современной формы письменности. Часть 2. Человек и его мечта о богатстве Вот история Вавилонянина Бензира. Бензир был строителем колесниц, работал честно и добросовестно. Но, к сожалению, деньги не шли к нему в руки. Сам он жил в убогом домике, когда рядом располагались дворцы богачей и добротные домики среднего класса. Это очень расстраивало Бензира. Он чувствовал себя полным неудачником. Он никак не мог понять, почему у других людей есть деньги, а у него, несмотря на то, что он работает, не покладая рук, их нет. Бензир сравнивал себя с рабами-водоносами, которые каждый день выполняли тяжелую монотонную работу и при этом не получали ни копейки. У Бензира был друг Кобби, талантливый музыкант, который также не был удачлив в жизни. Оба друга не могли обеспечить себе безбедную жизнь и спокойную старость. А больше всего друзей расстраивало то, что они обрекают своих детей на такую же нищую жизнь. И однажды они решили, что стыдно быть бедняками в самом богатом и процветающем городе, где огромное количество возможностей. Друзья поняли, что им нужен такой источник дохода, который будет пополнять их карманы вне зависимости от их основной сферы деятельности. У Бензира и Кобби в детстве был еще один друг – Аркад. Он не отличался выдающимся умом и не превосходил своих друзей ни в играх, ни в науках. Однако, несмотря на это, Аркад стал одним из самых богатых и влиятельных горожан. К нему за советом обращались государственные мужи и даже сам царь. У Аркады был сын – Намазир. Он без помощи своего отца а также сумел добиться богатства и процветания. Несмотря на свое высокое положение в обществе, Аркад не зазнался и душевно относился к своим менее удачливым друзьям детства. Поэтому Кобби и Бензир решили обратиться к другу с вопросом – как ему удалось добиться таких высот? Раз Аркад научил этой мудрости своего сына, то сможет передать свои знания и нашим героям. Бензир и Кобби отправились к другу за советом. Передвигаемся к чести третьей. Богатейший человек Вавилона. Аркад с удовольствием поделился с друзьями своей мудростью. Он объяснил им, что те, кто не смог разбогатеть, не знали законов обогащения или не желали следовать им. Судьба не постоянна, и она строго относится к легкомысленным транжирам – тем, кто получил деньги, не прикладывая усилий. По воле случая. Ведь деньги позволяют быть свободным в своем выборе. Жить в хорошем доме – там, где хочешь. Есть хорошую еду. Одеваться в дорогую одежду. Поэтому богатство стоит того, чтобы терпеливо ступенька за ступенькой идти к своей цели. И доказательство этому – жизнь самого Аркада. Несмотря на то, что он живет на широкую ногу, да к тому же занимается благотворительностью, доходы Аркада всегда превышают его расходы. История Аркада начинается в бедном доме. Он был младшим сыном мелкого торговца. Не имея ни возможностей, ни особых талантов, Аркад понял, что дорогу к обогащению ему помогут найти только время и знания. Богатство стоит того, чтобы терпеливо ступенька за ступенькой идти к своей цели. Он поставил себе задачу – стать богатым и независимым, и последовательно работал над ее реализацией. Работая писарем, Аркад едва сводил концы с концами. Однажды, блестяще выполнив большой заказ одного ростовщика, тот в благодарность решил поделиться с Аркадом секретами своего благосостояния. Ростовщик дал Аркаду несколько советов. Воспринимать все заработанные деньги за свои – огромное заблуждение. Большую часть дохода мы отдаем чужим людям. Это еда, одежда, обувь, развлечения. Мы становимся подобны рабам, которые работают за одежду, питание и крышу над головой. А лично себе мы не платим. Поэтому важно десятую часть своих доходов откладывать для себя. Используя это правило из пастуха овец, можно стать ростовщиком. Что со мной и случилось? Подтвердил свои слова ростовщик. Деньги должны стать твоими рабами. Продолжал ростовщик учить Аркада. «Каждая отложенная монета должна работать на тебя. Только постоянная работа накоплений может приумножить твое состояние». Аркад пожаловался, что доверил свои сбережения строителю-каменщику, который должен был отправиться в Финикию для покупки драгоценностей. «Как же ты доверил все деньги каменщику? Ведь он совсем не разбирается в драгоценностях?» Спросил ростовщик. И он оказался прав. Каменщика обманули. А Аркад потерял все вложенные деньги. На примере этой истории ростовщик посоветовал Аркаду прислушаться к советам только знающих людей, профессионалов в своем деле. Аркад тратил ренту удачного вложения на безудержные кутежи и дорогую одежду. Ростовщик не одобрил такого поведения. Ведь прежде чем тратить деньги на свои удовольствия, их надо заработать и приумножить. Таков был последний совет ростовщика Аркаду. Аркад внял всем советам ростовщика и заработал приличное состояние. Через несколько лет он снова встретил своего учителя. И тот был несказанно горд Аркадом. И видя, каким мудрым стал Аркад, ростовщик предложил ему стать управленцем его владениями, пообещав долю в своем поместье. Аркад справился с работой блестяще, и получил свою долю имущества, как и пообещал ростовщик. Снова вложив и приумножив свои денежные средства, Аркад стал несметно богат. Некоторые подумают, что Аркаду помогали удачи и везения. Но это не так. Именно его желание улучшить свое благосостояние и терпеливая работа помогли ему исполнить свою мечту об обогащении. Может быть, у Аркада была огромная сила воли? Но что такое сила воли? Это уверенность поставленной цели и непреклонное стремление добиться ее, несмотря ни на что. Еще до встречи с ростовщиком у Аркада появилось желание работать и зарабатывать, а также приумножать свои доходы. С благодарностью, выслушав советы Аркада, полученные им от ростовщика, Бензир и Коби удалились, чтобы воплотить эти советы в жизнь. Аркад и дальше помогал своим друзьям рекомендации. И те, кто понял и исполнил эти советы, добились богатства и успеха. Семь правил привлечения денег. После окончания строительства Вавилона, многие его жители остались без работы. В городе мог наступить финансовый кризис. Тогда царь Сагрон обратился за советом к Аркаду. Аркад рассказал всем, кто желал богатства, всем правил обогащения. Первое. Начните копить деньги. Не тратьте все заработанные вами деньги, кладите в карман 10 монет, а доставайте 9. Парадокс, но нам будет хватать на жизнь и 9 монет, а накопленные деньги будут наполнять ваш кошелек и работать на вас. Правило второе. Контролируйте свои расходы. Людям, которые не контролируют свои расходы, всегда будет мало денег, сколько бы они не зарабатывали. Ведь чем выше доход, тем больше у вас желаний и потребностей. Составьте список и выберите свои первоочередные желания. Про остальные забудьте до лучших времен. К ним можно будет вернуться в будущем. Необходимо правильно планировать бюджет, исключая из него нецелесообразные расходы. Обязательно следите, чтобы одна десятая часть дохода оставалась неприкосновенной. Третье. Умножайте свой доход. Для того, чтобы заниматься своим любимым делом, отдыхать, путешествовать и прочее, надо заставить деньги работать на вас. Для этого необходимо вкладывать их в надежные проекты. Правильно вложенные деньги будут приносить вам прибыль, а значит капитал будет постоянно расти. Четвертое. Оберегайте свои сбережения. Избегайте недобросовестных людей, которые пускают пыль в глаза. Внимательно проверяйте сделки, которые вы заключаете. Вашим деньгам нужна надежная защита, и только вы можете ее обеспечить. Несколько раз проверьте репутацию и профессионализм человека, которому собираетесь доверить свои денежные средства. Даже если это будет ваш друг или родственник. Совет пятый. Приобретите свой дом. Как приятно возвращаться в собственный дом и заниматься его благоустройством. Выплачивать деньги кредитору лучше, чем платить арендатору. Ведь в этом случае вы платите за свое собственное жилье. Шестое. Позаботьтесь о своем будущем и будущем своей семьи. Вложение денег в недвижимость, землю, страхование жизни и имущества. Все эти мероприятия помогут вам обеспечить свою старость и жизнь своей семьи, когда вы не сможете работать. Нет ничего страшнее старого и больного человека. Поэтому об этом нужно позаботиться заранее. Совет номер семь. Постоянно учитесь зарабатывать деньги. Если у вас есть искреннее желание зарабатывать, значит вы уже встали на дорогу, ведущую к богатству. Поставьте четкую цель и не разменивайтесь по мелочам. Не отвлекайтесь от намеченного пути. Постоянно совершенствуйте в своем ремесле. Не сидите на месте и не довольствуйтесь достигнутыми результатами. Развивайтесь. Общайтесь с коллегами. Обменивайтесь опытом. Не останавливайтесь на достигнутом. Аркад рассказал еще о четырех правилах богатого человека. Честно и вовремя отдавать свои долги. Внимательно относиться к своей семье. Справедливо составить завещание. Протягивать руку помощи тем, кто в ней нуждается. Но не позволять садиться себе на шею. Золота в Вавилоне хватит всем. Упорно двигайтесь вперед. Не пасуйте перед трудностями и вы добьетесь успеха. Напутствовал своих слушателей Аркад. Кто из вас не мечтал о внезапно свалившейся удаче? Таких людей нет. Вот и древние вавилоняне грезили о чудесном везении. Однажды лучшие мужи города собрались в храме знаний, чтобы обсудить, как привлечь к себе удачу. Был там и Аркад. Он высказал следующую мысль. Люди ошибочно думают, что удачу можно встретить за игральным столом или на скачках. Но удача отвергает таких людей. Наоборот. Они просаживают свои деньги и чувствуют себя неудачниками. Это повторяется раз за разом, когда они садятся за карточную игру или делают ставки на скачках. Удача благосклонна к тем, кто скурпулезно и с неподдельным интересом относится к своей работе, не отвлекаясь на сомнительные способы получения дохода. Пользуется любыми возможностями, которые преподносит ему жизнь. Участники собрания не остались равнодушными к словам Аркада и решили передать свои истории об упущенной удаче. И первым рассказчиком стал один старец. Вот его история. В молодости один приятель сделал ему заманчивое предложение. Этот молодой человек хотел купить заброшенный кусок земли над каналом и построить на нем водяные мельницы. После этого он планировал разделить участок на части и сдавать их в аренду на пастбище. Он искал инвесторов для реализации своего проекта. И вспомнил о нашем герое. По всем показателям проект обещал быть выгодным. Огромные пастбище на засушливой вавилонской земле пользовались бы большим спросом. После этого деньги шли как бы в карман сами. И не нужно было бы прикладывать дополнительных усилий. Это называется пассивный доход. Но наш герой был молод и глуп и не пожелал расставаться со своими деньгами, которые тратил на пирушки, женщин и дорогую одежду. Не стоит и говорить, как в будущем он сожалел о своей глупости и жадности. Проект стал прибыльным и все его инвесторы, которые не стали упускать возможность, разбогатели. Удача также может отвернуться и от того, кто медлит и сомневается. Другой участник собрания рассказал, как упустил выгодную сделку по продаже овец, только потому что перенес ее на утро. Утром было уже слишком поздно. Продавец нашел другого покупателя. Парадокс. Но мы, люди, бываем так настойчивы в своей неправоте и так нерешительны, когда правы. Упускаем при этом счастливые возможности и удачу, откладывая верные решения на потом. Часть шестая. Волшебная глиняная табличка. Дети богатых родителей в основном не заботятся о своем будущем, так как за них уже все устроено. Но Аркад не хотел, чтобы его сын стал еще одним прожигателем жизни. В день совершеннолетия Намазира Аркад дал ему мешок золота, табличку с пятью законами обогащения, и отправил его в большой мир, своими силами постигать житейскую мудрость. Он хотел, чтобы Намазир научился сам беспокоиться о своем благосостоянии. Спустя десятилетия сын вернулся к отцу с тремя мешками золота и бесценным жизненным опытом. Намазир подтвердил мудрость своего отца. Соединив свои устремления со знанием законов обогащения, можно добиться успеха в любом начинании. Седьмая часть. Совет Ростовщика. Вавилонский мастер Родан как-то за свою искусно проделанную работу получил от царя 50 золотых монет. Такую баснословную сумму он не держал в руках никогда в жизни. Родан растерялся и не знал, как ему поступить. Он отправился к Ростовщику. Кто, как не Ростовщик, может дать дельный совет по вложению капитала? Родан рассказал, что муж ее сестры нуждается в деньгах, так как хочет открыть свое дело. Но он совсем не разбирается в торговле. Ростовщик решил ответить Родану притчей. Бык жаловался другу-ослу на тяжелую жизнь. Он сетовал, что целыми днями таскает тяжелый плуг. Осел только изредка возит хозяина по делам. А все остальное время гуляет по поляне и ничего не делает. Осел сочувствовал своему другу и посоветовал тому на следующий день притвориться больным. Тогда хозяин его пожалеет и оставит в покое. Бык так и сделал. На следующий день он истошно орал и упирался всем видом, показывая, как ему плохо. Хозяину пришлось оставить быка в покое, а вместо него запрячь в плуг осла. Бедный осел с утра до вечера тянул неподъемный плуг, который был ему не по силам. К концу работы он едва стоял на ногах. Несмотря на то, что осел сам и посоветовал быку сказаться больным, он обозвал быка лентяем и пожелал, чтобы в следующий раз того отправили на бойню, если он притворится больным. Что тут сказать? Дружбе наступил конец. И осел с быком больше никогда не разговаривали. Ростовщик объяснил Родану, что тот не должен отдавать заработанные упорным трудом деньги на сомнительное предприятие. Ему пришлось 50 лет работать, не покладая рук, чтобы царь его заметил и щедро отблагодарил. Если Родан потеряет свои 50 золотых, то ему понадобится еще 50 лет, чтобы их заработать. А у него уже нет столько времени. У ростовщика был сундук, набитый драгоценностями, оставленными под залог. Когда сужаешь деньги, всегда должна быть гарантия их возврата. Даже если суд уберет твой друг или родственник, учил ростовщик Родана. На сундуке была надпись «Маленькая осторожность защитит от больших бед». Напоследок ростовщик посоветовал Родану иметь дело только с проверенными и опытными людьми. Честь восьмая. Неприступный Вавилон. Стены Вавилона были такими широкими, что по ним могла проехать колесница. Запряженная шести лошадьми. Такие стены надежно охраняли город от осады врагов. Ни одна армия не могла взять Вавилон не только благодаря его укреплениям, но и благодаря его бесстрашным защитникам. Город был полностью защищен, поэтому он процветал и был самым богатым на то время. Также нужно защищать и свой капитал. Сегодня для этого есть множество способов от различного страхования до безопасных инвестиций. Честь девятая. Все те же проблемы. На раскопках в Месопотамии было обнаружено пять глиняных дощечек, на которых описывались случаи из жизни некого Дебазира. Дебазир не был мудрым человеком. Он набрал много долгов, бегал от своих кредиторов, воровал и в итоге попал в рабство кассирийцам. Читая фрагменты жизни Дебазира, понимаешь, насколько мало изменился мир за несколько тысячелетий. На первой дощечке Дебазир обещал вернуться из рабства в Вавилон и расплатиться со всеми кредиторами. Он планировал найти работу и своего заработка одну десятую часть он собирается оставлять себе, а семь десятых тратить на свою семью. На второй дощечке Дебазир перечислил имена всех своих кредиторов и пообещал исправно выплачивать две десятых из своего дохода. На третьей дощечке раскаившийся Дебазир принес свои извинения всем кредиторам и пообещал исправно платить все свои долги. Не все кредиторы ему поверили. Некоторые посмеялись, но большую честь поддержала должника. На четвертой дощечке Дебазир уже расплачивался по своим долгам, а на сбережения купил пару верблюдов. На пятой дощечке Дебазир погасил свои долги и стал уважаемым жителем города. Его умелое обращение с деньгами помогало уладить все его проблемы. История Дебазира показывает, насколько проблемы современного человека похожи на проблемы людей, живших несколько тысячелетий назад. Это доказывает, что система взаимоотношений людей и денег осталась прежней. Часть 10. Работа друг человека. История Шарру Надо учит нас быть счастливыми и не отчаиваться в сложных жизненных ситуациях. Шарру был рабом. Казалось бы, на этом и конец истории. Что может раб? Трудиться от зари до зари на невыносимой работе. Жертвовать своим здоровьем, а в итоге и жизнью. Но Шарру не хотел становиться тем, кто все время жалуется на жизнь. Он сделал работу своим другом. Работая на пекарне, он досконально изучил кондитерское дело и стал печь наивкуснейший хлеб. Пекарь заметил талантливого раба, у которого от работы горели глаза, и сделал своим партнером. Благодаря своему доброму нраву, Шарру приобрел множество верных друзей, которые выручили его в нужную минуту. В результате бывший раб стал свободным человеком. Работа не должна быть для вас рабским трудом. Она должна приносить удовлетворение, радость и зажигать блеском глаза. Основные мысли из книги «Самый богатый человек в Вавилоне». Стыдно оставаться бедным, где золото можно найти везде. Надо только постараться, соединив свое устремление к благосостоянию. И знание законов обогащения. Зная законы обогащения, вы добьетесь небывалого успеха. Первое. Откладывайте десятую часть заработка на свои сбережения. Вы сможете прожить на 9 частей от дохода. Второе. Деньги множатся в работе. Каждая монета должна работать на вас. Третье. Не забывайте защищать свои сбережения. Не поддавайтесь на авантюры. И доверяйте свои деньги только профессионалам. Четвертое. Не тратьте деньги на ненужные удовольствия. Будьте бережливым. Пятое. Планируйте свой бюджет. Шестое. Не пытайтесь быстро обогатиться. Обходите стороной азартные игры. Будьте усидчивы и терпеливы. Седьмое. Сделайте такие вложения, чтобы дивиденды от них смогли обеспечить вашу старость. Восьмое. Беспокойтесь о своих близких и улучшайте качество своей жизни. Девятое. Приобретите жилье. Своё жильё, даже купленное в кредит, лучше арендуемого. Десятое. Исправно оплачивайте свои кредиты. Не копите долги. Долг – участь раба. Одиннадцатое. Научитесь действовать и принимать решения быстро, когда удача даёт вам шанс. Не упускайте возможностей. Двенадцатое. Помогайте близким, но не берите их ношу на свои плечи. Это может привести к разрыву отношений. Тринадцатое. Учитесь. Совершенствуйтесь. Повышайте свои навыки в ремесле, которым занимаетесь. Пусть ваша работа станет вашим другом и приносит радость. Четырнадцатое. Добавлю от себя. Подпишитесь на канал Павлио и поставьте лайк этому видео, если вам понравился этот контент. Благодарю за внимание. Ваша активность – это лучшее средство.